Сейчас, его зовут Красин. Через пять дней будет здесь. Это самый большой ледокол в Европе, самый большой в мире. Молодчина. Молодец. КОНЕЦ 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 А лед становится тяжелее. Не понял? Я говорю, лед становится все тяжелее. Сколько там осталось? Миль сто. КОНЕЦ 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 Надень очки. Лучше пойдем быстрее. Тебе пара здоровых глаз, чем три никуда негодных. Бери. Возьми. Не упрямься, Фин. Нет. Ложись. Руку. Варианна налет. Сюда, тяни. Давай мешок. Мешок, быстро. Сними сапоги. Разнотри ноги. Сейчас. Они не снимаются. Возьми нож. Лежь. Лежь. Почему вы не летите? В такую погоду лучше посиди с нами. Присаживайся, красотка. Что-то мы ей не приглянулись. А вы не летите? В какой туман только шарики летают. Это что? Да сумасшедшие вроде Лундбурга могут летать в такую погоду. Кого? Лундбург. Вон тот. Скажите, вы Лундбург? Скажите. Скажите, вы Лундбург? Это вы Лундбург? Когда вы полетите? Вы полетите сегодня? Его спросите. Когда же? Может, завтра. А может, через неделю. Все зависит от ветра, солнца. Одному дьяволу об этом известно, детка. А что? А? Что? Просто я... Как его звать? Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ну, что с винтом, Павел Акимович? У переднего лопасть срезало. Сами отремонтирулись? Нет, только в доке. Слыхал? Идти-то хоть сможем? Нет, лед тяжелый, надо ждать подвижки. Ну и что? Будем загорать? Готовьте машину. Я приказал готовить машину. А я запрещаю. Почему? А потому что ваша машина это единственное, что у нас осталось. И преждевременно рисковать я не имею права. Будем ждать. Ждать? А чего ждать? Пока новый винт вырастет? Или пока нас льды раздавят к чертовой матери, как грецкий орех? Мы пришли сюда людей спасать, а не трупы собирать по льдинам. Я отвечаю за экспедицию, рисковать не буду. И вам не советую. Вы что, погубить себя хотите? Да я летчик. Я летчик. Я по земле хожу хуже, чем летаю. И если я говорю, что могу взлететь, значит я могу взлететь. Или... Только вы не думайте, что мне домой хочется вернуться меньше, чем вам. Что вы имеете в виду? Только то, что я сказал. Вы запрещаете мне взлетать? Это убийство. Убийство. Только за него под суд не идут. Оно оправдано обстоятельствами. Будете самовольничать, я вас отдам под суд. Скоу. Вы швед? Угу. Что? И как они могут. А почему же нет? После того, как погода ухудшилась и Красин остановился. И все-таки вы меня просите спасти вашего друга, несмотря на то, что погода ухудшилась. Что я получу от вас, если его найду? А что вы хотите? Хорошо, договорились. Но я вам не очень-то нравлюсь. Нет. А если получите Мальмгрена, сделка состоялась? Хотел бы я посмотреть на этого парня. Оставь его. Пусть отдохнет. Не мы его убиваем, а он нас. А если с тобой такое, что тогда? Возьмите. Вам это больше пригодится. Ну что ж. Положи в мешок. Марьяна. Да, Марьяна. Возьми. Так надо. И еще. Попрошу вырыть могилу. Чтобы медведи не съели мое мясо. где ты хочешь. Здесь. Мальчиш. 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 Продолжение следует... Хорошо ли? Продолжение следует... 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 Мы здесь. Мы здесь. Мы здесь. Мы здесь. Ариана! Яд! Ариана! Цапи! Ариана! Цапи! Сядем? Нет. Туман усиливается. Передай. Нашли пока троих. Возвращаемся из-за тумана. Славь. Я бреза. Славь. Я цапи. 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 Эй. Цапи. Эй. Цапи. Куда ты, цапи? Не оставляй меня, цапи. Не оставляй меня, цапи. Не оставляй меня! Не оставляй! Сам меня оставляй! Зажигайте костры! Зажигай! Зажигай! Кажется, летит! Туман! Не увидит ни корабля, ни костров! Все сядет! Давай еще ракету! Ракеты давайте! Увольте ракеты! Ракеты давайте! Увольте ракеты! Передавай на Красин! Над вами туман! Сесть невозможно! Идем искать посадку! На всякий случай еще раз передам координаты троих! Туман! Туман-то кругом! Самайлович идет! Самайлович! Да! Бензин кончился! Неужто время! Увольте! Увольте! Туман-то кругом! Увольте! Четыре часа прошло, как они вылетели. Неужели четыре? Где Чугновский? Стой, Борис! Тебе-то чего от меня нужно? Чего тебе от меня нужно? Отстань! Самойлович бушует... Ну и что? Спрашивает, что произошло у нас. Все в порядке. Ничего не произошло. Все. Да передавать-то что? Я спрашиваю, что передавать? Слушай, ты меня оставь в покое. Я тебе сейчас ничего доброго не скажу. Честное слово, извини. Да я понимаю, но Самойлович ждет. Пусть идет за Мальмгреном и красной палаткой. Это я уже передал. Он к нам хочет идти. Координаты наши запрашивал. Вот морж усатый. Вот морж. А у меня аккумуляторы садятся. Он что, сам не знает, что передавать? Да я знаю. Но командир-то ты. Передавай так. Положение группы Мальмгрена крайне трагическое. Наши координаты они получат после завершения операции по спасению итальянцев. Привет. Чухновский, все, иди. Ну вот и порядок. Только привет уже был. Тогда целую. Это было благородно. Скорее, глупо. Нет, слишком рискованно. Это было необходимо. Я знал, что мой сентиментальный начальник... Сентиментальный? А вы не подозревали, что у вас девичье сердце? Я знал, что он придет ко мне, даже если ему придется ползти на четвереньках. И поэтому я подумал, что важнее сначала спасти тех троих. Двоих. Такие разные существа и оба именуются людьми. Вы! О чем вы думали тогда в комфортабельной каюте в Кингсбее? Я думал о Биаджи и остальных и хотел быть там. Не подумайте, что я вам поверил. Это неважно. Я хотел быть там. Я думал... Я хочу быть там. Когда я забыл, как я снижал. а я хочет вернуться. Я не мог убить меня. Так это была такая. Я уйдала. Я не могу сказать, Я надеюсь. Трещина! Трещина! Устава палатки, выходите все на носке! Быстрее! Скорее! Скорее идем! Трещины! Выходите, выходите! Вещи! Все вещи возвести! Самое необходимое! Ну, где я там? Поторопитесь! Трещина расширяется! Нельзя терять ни минуты! Скорее! Скорее! Трещины! Бострее! Стрельщик с тидой не забудьте! Скорее, скорее! Королянин, и медленный из палатки! Королянин! Руку! Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Самойлович, ваш приговор. Я присутствую здесь в качестве свидетеля, а не присяжного. Я полагаю, что у нас нет оснований судить генерала Нобеля. Мы выполнили свой долг в этой трагедии. Ваши люди попали в беду. Наша страна сделала все возможное, чтобы помочь им. Роль судей не подходит для нас. Согласен. Что здесь происходит? Вам мат маэстро. Действительно. Идемте. До свидания. До свидания. Это очень печально, что они не будут участвовать в заседании. Но тогда мнение остальных присяжных единогласно. Нет. Не единогласно. Да брось ты, Беяджи. Лучше выпей. Я виноват. Я. Если бы я же умел сразу починить радио, нас бы всех спасли, а? Так. Да, Беяджи, но. Нужен был небольшой кусочек графита. Да, но о роли графита ты ничего не знал. О! Не знал? Ошибаетесь. Знал? Да. Я учил это в школе радистов. Почему же ты не сделал того, что умел? Забыл. Забыл? Простите меня. Забыл. 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 Ну а... АХХХХХХХХХХХХХХ masa.. Вот. Видите? Когда я виноват, все смирються. Когда он, это трагедия. Почему? В чем разница? А я скажу. Вот и вот. Дело в форме, генерал, только в ней. Мы все одинаковые, когда в пижамах. И знаете что? Прошло уже 40 лет. Надевайте вы пижаму свою и спокойно спите. Ты прав, сержант. Прошло, сержант. Хороший совет. Почему бы мне воспользоваться? Не осуждай меня на жизнь в пижаме. Я жду твоего приговора. Что ж, хорошо, ты его услышишь. А пока я отменяю решение присяжных. Что? Как? Почему это вы отменяете? Возьмем, к примеру, вас, капитан Цапи. Безусловно, вы инициативный офицер. И, возможно, вам следовало бы возглавить свою экспедицию. Благодарю. Но лично я не взял бы вас в помощники даже в экспедицию по городскому парку. Жаль, что исполнительный капитан Романия, на которого всегда можно положиться, не был на вашем месте. Благодарю. И очень жаль, что капитан Цапи не был на вашем месте. Лейтенант Ломборг, все-таки почему вы так настойчиво уговаривали генерала Нобеля лететь первым? Что же вы мне отвечаете? Не похоже на вас. А мне сказали, что я за это получу много денег. Интересно, от кого же? От страховой компании. Потому что им пришлось бы платить больше за мертвого генерала. Значит, вы сделали это ради денег. А если бы и так, я бы не стыдился этого. Многие ломают хребты ради денег, повышения по службе, славы, орденов. Что плохого в деньгах? Они приносят нам счастье. Не похоже, что вы счастливый человек. У вас, скорее, вид человека безразличного к несчастью. Я очень рад, что вы все знаете, господин Амундсен. Дело в том, что если человек безразличен к своему несчастью, он ко всему безразличен. Наверное, поэтому она предпочла Маленгрена. А доктор Маленгрен был влюблен в чистоту. Как и я в молодости. Ведь чистота бесплодна. На ней ничего не растет. Даже любовь. Если бы вы не были таким чистым, Валерия была бы счастливее. Финн, нужно было подарить ей немного человеческого счастья, оставить ее с приятными воспоминаниями. А так как у вас получилось, вы оставили ее с горечью в сердце. Поэтому она, как и все вы, не может судить. Не хочу быть неправильно понятым, генерал. Если пожелаю, спокойной ночи. Ты все-таки не помог мне. Все много говорили о роли командира, о смелости, об ошибочных приказах. О долге. Но ты не помог мне. Видишь ли, Самойлович сказал, что ты поступил правильно. Но ты не поэтому не спишь. Тебя беспокоит вопрос, почему ты так поступил? А? Да. Да. А когда ты сел в самолет лейтенанта Лумборга, о чем ты думал? О чем? Я сейчас не помню. Вспомним. Я тогда думал о тысяче вещей. Ты, наверное, думал о том, что оставляя своих людей, ты сможешь их спасти. Да. Ты думал и о том, что пришел конец твоей карьере? Наверное. У меня было 50 причин за то, чтобы улететь, 50, чтобы остаться. Нет. 50 за то, чтобы остаться. И 51, чтобы улететь. Ты улетел. Какая же 51? Я не знаю. Вспомни, о чем ты думал тогда, в момент отлета. Ты сидишь в кабине, самолет в воздухе. Ты думал о тех, кто остался на льдине. Да. И о тех, кого унесло в дирижабле. Да. О Мальнгрене, Дзаппи, Марьяно. О Красине. Да. О Романе. Да. Да. О Дочери. О горячей ванне. Да. Боже мой. Боже мой, я думал и о горячей ванне в Кингсбее. Ну, конечно. Вот это как раз и было причиной, чтобы не лететь. Ты ошибся. Просто ошибся. Но, дружище, в такой момент кто не ошибается. Ты презираешь меня? Ты презираешь меня? Презираю. Если б ты сказал другое, я бы тебе не поверил. Ты пробыл 4 недели на льдине, а в 50 минутах лета была горячая ванна. Да, было бы не по-человечески не подумать о ней. Но, видишь ли, становясь командиром, ты теряешь право на человеческие желания. Мы не можем позволить себе такую роскошь. И вряд ли найдется командир без человеческих желаний. Благодарю. Я всегда хотел иметь с тобой хоть что-то общее. Перестань. У нас гораздо больше общего, чем ты думаешь. Я представил, как великий Амундсен снисходит совершенно свои славы, чтобы вырвать из лап смерти своего старого друга. За моей спиной толпились журналисты. Вот как. И у меня было 50 причин. Это была одна из них. Правда, не такая естественная, как мысль о горячей ванне. Разница между нами лишь в том, что мне повезло сразу умереть после Гильбо. Но если бы я остался жив... Что бы ты сделал? Простил бы себя. И спал. Это именно то, что надо. Спи. И мечтай. О чем? О великих делах века. О великих делах. О великих делах. И обо всем, что нам довелось увидеть. Это прекрасно. Прекрасно. О великих делах О великих делах. О projected. И отелях на блогу зим también. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!